В Пресненском суде Москвы, где рассматривают по существу дело Михаила Ефремова, сегодня снова день защиты. Все ждут показаний ключевого свидетеля, которые по заверениям адвоката докажут невиновность актера. Между тем, после резких комментариев подсудимого на предыдущих слушаниях, старший сын погибшего увеличил сумму иска на миллион рублей. У здания суда сейчас работает наш корреспондент Виктор Прокушев, он на прямой связи со студией. Виктор, приветствую, что известно к этому часу. Здравствуй, Юлия. В суде начался второй день защиты, то есть сегодня адвокаты Михаила Ефремова пригласят на заседание еще нескольких свидетелей, их допросят. Возможно, именно сегодня будет раскрыта главная интрига. Кто же тот самый секретный свидетель, который, по словам представителя Ефремова, Эльмана Пашаева, должен оправдать актера. Но обо всем по порядку. Михаила Ефремова доставили в суд. Под крики группы поддержки он прошел в здание, следом появился адвокат защиты Александр Добровинский. До сих пор он находится под впечатлением от вчерашнего заседания, где всерьез обсуждался вопрос, могла ли авария быть результатом какого-то заговора, либо вмешательства нечистой силы, или какой-то природной аномалии. Вчера мы видели черные дыры сгустки энергии. Что мы там еще вчера видели? НЛО. НЛО и отравление через кондиционер. Мы посмотрим, что сегодня будет. Вы предполагали вчера, что машина была осветлена, или управляли хакеры, а вы сами с таким сталкивались, как водитель, чтобы ваши машины не управляли? Уважаемые, дорогие журналисты, эксперт, который вчерашний, он преподаватель, ученый. Он говорит, было бы целесообразно изучать все всесторонное. Он не сказал, чтобы машиной кто-то управлял. Ильман Пашаев явился на заседание с опозданием. Уже не в первый раз на вопросы журналистов о том, увидят ли сегодня того самого секретного свидетеля, ответил расплывчато. Процесс начался с обсуждения, могло ли видеоаварии и записи очевидцев, где фигурирует актер, подвергаться монтажу. А затем для дачи показания вызвали жену подсудимого, Софью Круглякову. Она рассказала о состоянии мужа после аварии, описав его фразой «отходняк после алкоголя». А также пояснила, что Ефремов очень эмоционально переживал случившееся. Ожидается, что будет допрошен еще один свидетель. Кто он будет – большой вопрос. Так или иначе, дело подходит к концу. Завтра или в понедельник могут начаться прений сторон, если, конечно, не произойдет чего-то экстраординарного и неожиданного. Впрочем, от этого процесса можно ожидать чего угодно. Юля. Спасибо. Виктор Прокушев с последней информацией по делу Михаила Ефремова.